Россия активно использует социальные сети, чтобы повлиять на мнение людей в США. Причем не только во время президентской кампании 2016 года, но и по поводу острых социальных проблем, которые являются предметом серьезных дискуссий в американском обществе. Такое мнение высказал конгрессмен-демократ, член комитета Палаты представителей по разведке Адам Шиф. Так, по его словам, российские тролли достаточно активно распространяют информацию, связанную с угрозой, нависшей над второй поправкой – правом свободного владения оружием. Они уделяли много внимания размещению рекламы, связанной со второй поправкой Конституции США. Россияне – большие сторонники нашей второй поправки. Они не очень хотят такую же у себя. Они не хотят, чтобы их граждане ходили с оружием. Но они очень рады, что у нас такое происходит. Больше всего они хотели внести раскол в наше общество, подорвать нашу демократию. Они активно использовали эту тему. Американский законодатель считает, что Россия преуспела в вопросе проведения кибератак. И необходим ответ, который не обязательно должен в себя включать аналогичные действия. Не обязательно отвечать кибератакой на кибератаку. Когда КНДР взломала компанию Sony, ответ должен был быть информационным. Северная Корея затаилась, когда Южная Корея рассказала всему миру, что из себя представляет режим в пьяняне. В случае с Россией нам было необходимо призвать их к ответу гораздо раньше. Решение северокорейской проблемы должно находиться только в дипломатической плоскости, считает американский конгрессмен. Нанесение ограниченного ядерного удара может привести к необратимым последствиям. Даже если КНДР и не ответит ядерным ударам, у них есть достаточное количество артиллерии, чтобы разрушить Сеул, что приведет к огромным потерям человеческих жизней. Что мы должны сделать, чтобы разрешить северокорейскую проблему, так это увеличить давление на Китай, не публично, у которого огромное влияние на Пхеньян. Нам необходимо также сотрудничать с нашими союзниками, прервать неофициальные контакты между Россией и КНДР. Возможно, тогда нам удастся усадить Пхеньян за стол переговоров. Адам Шиф также высказал мнение, что государственный департамент нуждается в кадровой и финансовой поддержке, и Конгресс будет предлагать максимум усилий в этом направлении. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.